Волна самоубийств охранников Путина, массовые отставки генералов, арест высокопоставленных военных, суицид среди топ-менеджмента Газпрома и уничтожение семей олигархов, которые слишком много знали. Давайте откроем матрешку и убедимся, дружба с Путиным может свести в могилу. Эту фразу власти Кремля повторяют так часто, будто они уже не россиян пытаются успокоить, а себя. Ведь в самом Кремле происходит такая паника, что даже через стены вранья и скрытности прорывается все больше интересных фактов. Как, например, недавно появившаяся информация, что бывший охранник Путина был найден в луже крови после выстрела из травматического пистолета. Заявлено, что с ранением в голову. Но! Ранение это он получил у себя же дома. Ведь полковник ФСБ находился под домашним арестом по уголовному делу за взятку. Интересно, что Зимин носил чемоданчик Путина. Версий о том, что было в том чемоданчике, много, начиная от ядерной кнопки до экскрементов президента. Было замечено, что Владимир Путин, когда находится за границей, то за ним в туалет ходит группа людей, которые забирают все, что там Путин сделал. Почему? Потому что они предотвращают возможность западными спецслужбами получить какую-то информацию о здоровье Путина. То есть минимум одна причина для такого поступка у Зимина была. Так сказать, груз прошлого. Быть телохранителем диктатора вообще очень рисковая профессия. Не потому, что в тебя кто-то другой может выстрелить. Скорее, выше вероятность, что ты выстрелишь в себя сам. Как, например, сотрудник ФСО, который застрелился в Кремле в 20-м году. Притом прямо во время службы. В том же месяце застрелился и 24-летний снайпер. Огнестрельное ранение также пришлось в голову. ФСО нужно переименовать в ФСС, Федеральную службу суицидов. Те же, кто выживает, охраняя тело Путина сверхурочно, могут дослужиться до высоких постов. Например, телохранитель Евгения Зиничева назначен министром под чрезвычайным ситуацией. Правда, сидят на этих постах недолго. Но вскоре тот погиб якобы на учениях и тоже при загадочных обстоятельствах. Видимо, министр не справился с чрезвычайной ситуацией. Следующим же на его месте оказался Александр Куренков, тоже бывший охранник Путина. Я постараюсь оправдать и ваше доверие, и доверие избирателей, и граждан Российской Федерации. Постараюсь вникнуть, честное слово. Спасибо большое. Судя по речи, Александр нервничает. Может, из-за новой должности, но скорее помня, что стало с предыдущим министром чрезвычайных ситуаций. Ну и не только с ним. Ведь после начала агрессии России в Украине под угрозой загадочной смерти оказался каждый, кто был или находится в окружении Путина. В элитном коттеджном поселке в Подмосковье нашли мертвым бывшего руководителя Росвооружения Алексея Огарева. Следственный комитет России сразу же заявил, что причины смерти не криминального характера. Нашли мертвым и генерала ГРУ Карагланова, который также был связан с продажей вооружения. Смерть у него также не криминального характера. Ведь каждая смерть бывших соратников кровавого диктатора скорее носит кремлинальный характер. Когда одного преступника убивают другие преступники, чтобы их самих не убили. Вот так жили-нетужили Карагланов и Огарев. Воровали на вооружении, пока Россия не начала крупномасштабное вторжение в Украину, где их схемы и вскрылись. Путину генералы докладывали, что нужные технологии для производства современного оружия есть. А сами через фирмы-посредники тайно покупали комплектующие у европейских компаний. Через посредников покупаем, выдаем за свой продукт, получаем героев России и миллиарды. Наш вождь нами доволен, мы счастливы. И потом их находят мертвыми. Учитывая, сколько лет эти люди находились на постах, Путин не мог не быть в курсе того, чем они занимаются. Так что это скорее зачистка тех, кто слишком много знает. Вообще военный провал так называемой спецоперации привел к тотальной панике властей Кремля. Сергея Киселя убрали с должности генерала-лейтенанта из-за колоссальных потерь в его армии. На днях сотрудники ФСБ задержали генерал-лейтенанта Романа Гаврилова, замдиректора Росгвардии. После допросов ему предъявят обвинение. Предварительно одна из версий задержания – расследование о хищении средств для обеспечения войск Росгвардии. Арестовано руководство 5-й службы ФСБ. Генерал Сергей Беседа и его заместитель Болух. Они отвечали за разведку на территории Украины. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Но если план был в том, чтобы убить и пересажать всю военную верхушку России, то действительно все строго и четко. Но есть одна проблема. Кем заменять? Скамейка запасных у России, да, страны там с огромным количеством населения, на самом деле в этой сфере чрезвычайно мала. Поскольку Путин доверяет небольшому количеству людей, и новых людей ему просто нет куда взять. Пока одних генералов истребляют в Украине, других истребляют свои же на родине. Наконец в России все поняли, что такое демилитаризация. Однако мутные схемы окружения Путина проворачивало не только в оборонке. Поэтому загадочная волна самоубийств началась и в газовой отрасли России. Первый, кого коснулся уже классический русский термин «нашли мертвым» стал Леонид Шульман. Он был руководителем транспортной службы «Газпром Инвеста». И это естественно, когда ты находишься на такой должности, тебе хочется покончить жизнь самоубийством. Его нашли в коттедже в поселке Ленинском. В том же поселке через месяц нашли мертвым и замгин директора «Газпрома» Александра Тюлекова. И снова по всем признакам самоубийства. Поселок Ленинский – прям русский твинпикс по количеству загадочных смертей. Хотя, может, проблема в «Газпроме», где на руководящие должности берут людей с неокрепшей психикой? 18 апреля нашли тело бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. В этот раз с его женой и дочерью. По версии следствия, он убил жену и дочь, после чего наложил на себя руки. На следующий день в Испании нашли тела семьи Сергея Протасени. Он был главным бухгалтером дочерней компании «Газпрова» «Новатек». По версии следствия, Протасеня зарубил жену и дочь топором, после чего покончил с собой. «Ангрюху, у нас труп. Возможно, криминал в погоне». «Мечты сбываются. Газпром». В чем же причина такой загадочной смертельной эпидемии в «Газпроме»? Ну, казалось бы, кого интересует там жена и дети. Но это, когда на этого человека было что-то записано серьезное, а там всегда приходится на кого-то что-то серьезное записывать, то нужно ликвидировать всех, ликвидировать наследников в том числе, чтобы никто не смог претендовать ни на что и спокойно переписать все, на кого надо. Поэтому вырезают семьями, безусловно, и так будет со всеми, кто хранитель именно кремлевских денег. В это же время решил поддержать загадочный смертельный челлендж и миллионер Василий Мельников, которого также нашли убитым вместе с семьей. Естественно, следствие все оформило по той же схеме, что и раньше. Всех убил и сам убился. «Я думаю, что цель – запугать всех, кто выступает против Путина, дать понять, что если кто-то против, то погибнут не только они, но и их дети». Все эти загадочные смерти, волна самоубийств, отставок и арестов – явный признак паники Кремля. Сейчас власть в России – это банка с пауками, где они пожирают друг друга. Но Путин не понимает, что те, кто встал на места убитых, могут не захотеть повторения судьбы предшественников. И совсем скоро может появиться новость о том, что Владимир Владимирович был найден в своем дворце со всеми признаками суицида.